Так, короче, я тормоз, до меня всё доходит с диким опозданием. Дело в том, что мне было насрать просто на тот конкурс, поэтому я даже... Вот я впервые в жизни сейчас послушал хотя бы кусочки этих песен. Вот мне... Ну, вот прям простите меня, пожалуйста, народ. Казалось бы, мне на этом, наоборот, даже и хайповать можно было, и надо было, и, может быть, самому что-то как-то подковырять, но... Ну, мне лень, типа, было делать аранжировку, там, знаете, что-то залезать в программах, там копаться. Как мне это лениво, вы просто себе не представляете. Тем более, скорее всего, это как раз было в те времена, когда большой жух был там, или что-то там подобное в самом разгаре. Так что мне вообще как-то было не до этого. Ну, ладно, сейчас немножко поговорим. Во-первых, конкурсы — это, в принципе, говно собачье, и в них... Короче, даже если бы ты победил и выиграл бы, там, не знаю, гитару с микродолей вероятности, то... Ну, хер знает, типа, стоит ли... То есть, короче, народ, даже выиграть — это всё равно не выиграть, на самом деле. Вот, ну, как по мне. То есть, участвовать в конкурсе имеет смысл, ну, допустим, ради того, чтобы набрать просмотры, прилечь внимание, ради движа, потому что тебе вот искренне хочется, типа, вот как-то вот с народом, там, не знаю, потусить, ну, чтобы кто-то оценил, что ты делаешь, или у тебя прям идея, ты загорелся. То есть, вообще, в принципе. А так, любой конкурс, абсолютно, к сожалению, любой конкурс — это в той или иной степени наебалово, там, человеческий фактор, ещё какая-то шляпа, вот, там, вкусовщина и прочая залупа. Я вспоминаю, как, там, конкурс был Джона Каллигана, вот в качестве судьи мне было очень интересно. Я вообще, в принципе, вот мне нравится сидеть, типа, я такой умный, красивый, и я, значит, распределяю голоса. Особенно мне очень понравилось, что я вот заморочился прямо как следует, всё оценил, и сам Джон Каллиган, я ещё помню, прям обрадовался тому, что я, ну, типа, он почти во всём со мной вроде как был согласен, и, ну, что я вот постарался прям максимально-максимально всё вот... Не так, что просто десять этому за красивые глаза и, там, ноль этому, потому что да и пофигу, хотя там он не ноль явно. Ну, то есть я постарался вот тогда вот журить, мне интересно, и прям вот быть таким вот честно, беспристрастным. Я самый главный критик такой музыкальный. Ну, я и так, как бы, по жизни, можно сказать, критикую, что-то делаю, реагирую. Мне это нравится, людям это нравится. Почему нет? Но, собственно, собственно, поэтому вообще, как бы, эти конкурсы, в них, то есть, не надо париться, там, прошёл, не прошёл, да, не да, там, как-то вот, чё там, значит, насчёт там, фа диез или фа там всё-таки, я хрен знает. Ну, вроде бы, Jimmy FM показывает фа, но я вроде бы вот включаю вот эту какую-то запись, там, другую, там фа диез мне слышится чётко достаточно. Ну, уж ладно, это всё залупа, в любом случае, в каком-то смысле, оно может лечь и так. То есть, даже если там фа диез или фа, не знаю, ну, ложится, сойдёт. Может быть, не так симпатично, не то, что хотелось бы. Ну, короче, народ, можно ли так? Да, можно, но, ну, не пропустили и не пропустили. Я считаю, что это, с одной стороны, типа, такой выбор нот, такой выбор гармонии, не повод говорить, что вот ты там, типа, ни хера не понимаешь вообще лабух и конч. Я думаю, ну, то есть, смещение на полтона, модуляцию, фу, на тон целый, тем более, услышит даже человек, там, у которого нет ни абсолютного, никакого абсолютно слуха. Простите за тавтологию. Но, как говорится, вкус — это штука индивидуальная. Вот. Мнение, оно как жопа, у каждого своё. А так, на самом деле, смотрите. Вот две ноты. Я просто хочу попробовать все возможные аккорды, какие ложатся. Я не знаю, да хоть все подряд сейчас будем брать. Ну, то есть, понятно, тут... Ложится до межор, как мне кажется, вполне себе. Это очень странно уже как-то, я не знаю, где такое применить. Ну, ре, понятно. Ре мажор, конечно. Ну, если там фади... Ну, фу, окей. Тут герьмовенькая гитара. Нет. Вот зараза, где же она там? А, хотя так. Потом. Вот это прям очень странно, но я такое люблю иногда сделать. Ну, понятно. Или вот так вот. Вот так можно было бы сделать. Ну, допустим. Вот этот самый, наверное, неподходящий. Хотя... Ну, этот гаденько звучит. Тритон. Я не знаю, как бы вот так вот изворотиться прям, да? Потом... Ну, короче, по-разному можно изворачиваться. Мне вот, допустим, до мажор нравится. Ну, я уже сделал, как бы я сделал. Я бы сделал максимально банально здесь. Последовательно сделал бы такую добрую попсу из этого. Вот. Ну, я попробовал и изворотиться тоже записался в этом. Максимально изворотливый вариант. То есть вот извороты, так сказать, в моем стиле. Я люблю вот... Вот это. То есть... Какие-то прям дико тоже такие... Изворотливые вещи. Это все мне, в принципе, нравится. Так. Потом... Да, то есть... Ну, понятно, что... Можно, допустим... И потом что-нибудь еще сделать. Или, например, наоборот. В общем, как жирко. Ну, понятно. Потом... Тоже нормально. Ложиться. Ну, такое. Ну, можно, кстати. Ну, куда-то это тоже должно идти все. То есть это для любителей прям. Пошла годнота. Ну, понятно. Но это нормально, прикольно. Вот F-дь мог бы лечь как... Тоже переходное. То есть, допустим, тогда вот так. Хотя... Не очень. Так. Кстати, никто не обламывает хоть на каждую ноту новый аккорд брать. Так что... Тут еще тоже вопрос. Ну, понятно. Бросится до межор, но можно... Ми нормально. Потом... Да, Фа вообще на все ложится. Все, Фа на все сделал, и все отлично. Кстати, вот прикольно. Фа и С минор. Тогда можно... Или я бы вот так сделал, допустим. Сейчас, 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 сейчас. Какой-нибудь... Как же так? Вот на Фа закончить, допустим. Все, мне жарко и лень, короче, народ. Тут все на все вообще может лечь. Зависит от того, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ну и, конечно, что ты хочешь вообще? Ты хочешь большему количеству людей понравиться? Или большему количеству музыкантов понравиться? Или... Ну, короче, что ты вообще хотел? Вот. Суть в том, что забейте хер на все эти конкурсы, участвуйте в них только с целью пропиариться нагло на ютюбе, набрать там свои пять тысяч просмотров, там, для стартового толчка или для чего-то такого. Не надейтесь на победу, не надейтесь на то, что пройдете. И... Что еще вам интересно? Ну, короче, да, лучше... Я не знаю, я бы хотел пафосно сказать, занимайтесь музыкой. Ну, кто я такой, чтобы вас лечить, типа, занимайтесь, блядь, музыкой. Да чем хотите, занимайтесь. Смотрите сериалы, там, ну, еще какую-то залупу. То есть делайте, что хотите, ребята, вот. Главное, ни от какого конкурса, просто я... Мой совет. Не ждите победы, не ждите, что пройдете куда-то. Ждите другого. То есть, что вы... Можете ли вы что-то получить от этого конкурса другое? Если да, участвуйте. Если нет, да... Насрать на него вообще. С высокой колокольни. Все. Надеюсь, было прикольно, познавательно, весело, интересно. Всем спасибо. Продолжение следует...